Приветствую вас. Слово вы какое использовали? Интересно. Я его со времен студенчества не слышал это слово. Ух. Не совсем понимаю, зачем вы его употребили, это слово, потому что термин это психологический. Вот. Не клиентский, ну то есть не для клиентов, это термин. Вот. И по теории психологии, да, клиент, который использует такие слова, вот, он как бы прячется за них, за эти слова прячется клиент. Вот. И, соответственно, это означает, что у него есть, ну, какие-то проблемы. То есть нет принятия, нет принятия себя, нет, нет принятия, значит, нет принятия своей личности, до конца нет своей какой-то позиции, вот. А если позиция есть, то ее, соответственно, боятся, ну то есть как бы вы боитесь, можете бояться. Ну вот. Это первое. Да? То есть старайтесь выращаться все-таки своими мыслями, своими словами, а не специальными терминами. Вот. Потому что они создают отдаление, отстранение человека от проблем, проблемы. Второе. Второе. Проговаривать, значит, данную фразу, да, имеет смысл, в принципе, как везде, да, имеет смысл при позитивном подкреплении со стороны деятельности. То есть если вы понимаете, что такое счастье для вас, если вы делаете что-то для того, чтобы счастье стало реальностью для вас, то, соответственно, да. Соответственно, да. Имеет смысл это проговаривать, ну просто потому что не всегда человек, который, ну, который делает что-то реально для своего счастья, не всегда этот человек способен увидеть то, что он делает. Вот. И ему нужно подтверждение, ему нужно подтверждение этого. Вот. И в этом случае говорить данную фразу правильно. Как бы повторяю себе, как бы напоминаю себе о том, что, ну, напоминаю себе о том, куда вы движетесь, куда вы стремитесь и так далее. Вот. Куда и к чему. Вот. Это такой аспект. Если вы ничего не делаете для своего счастья, да, для того, чтобы, ну, чтобы счастье было реальностью, то поставление этого, этой фразы является не более чем ложным понятием, не более чем ложным представлением, вот. То есть вы будете считать, вы будете думать, внушите себе, что вы счастливы, да, вот. Ну, можете внушить себе, что вы счастливы, если вы, грубо говоря, склонны к тому, чтобы, ну, склонны к тому, чтобы внушать себе что-то, вот. Но это не изменит реальность. Вот. А реальность это не изменит, к сожалению. Вот. Поэтому, вот так, вот так, без подкреплений со стороны, да, без подкреплений со стороны реальных действий, то, что вы будете себе говорить, никакого практического смысла не будет нести. То есть, опять же, да, нужно понимать, что если бы это было все так просто, вот, что я повторяю себе что-то, да, и все разменяю все, вот, то не нужно было тогда ничего делать. Но, к сожалению, нет, не так. Далее. Обратите внимание на то, как вы задаете свой вопрос. Вы задаете вопрос, правильно ли? Правильно, это, ну, как бы сказать, правильно, это постановка вопроса родителям. То есть, подавляющего фактора, критикующего фактора, оценочного фактора, субъективного фактора, субъективного внешнего фактора. Потому что, что значит, правильно? Правильно, в какой, в какой системе ценностей, в какой системе критериев, правильно? Правильно, для кого? Понимаете? Ведь если вопрос стоит так, допустим, что у людей вообще нет надежды, да, ну, то есть, вот, они живут, да, у них тяжелая, тяжелая жизненная ситуация, вот. Вот, ну, там, мало ли что бывает в жизни. Вот, им нужно это как-то пережить, они говорят, счастье с нами, счастье с нами, счастье с нами. То есть, это, конечно, помогает, это поможет. Но в других ситуациях, например, когда у людей все плохо, это не какой-то форс-мажор, да, это именно вот результат действий людей, да, результат их отношения к, ну, к тому или иному аспекту проблемы. И они повторяют себе счастье с нами, счастье с нами, но при этом ничего не делают, например, да, для того, чтобы счастье реально было с ними. Что это, опять же, деструктивная позиция. Поэтому все определяется пользой, все определяется пользой. А если вы чувствуете, что у вас есть реальная польза от того, что вы повторяете данную фразу, что почему бы ее не повторять? Вот. Если это, ну, действительно, вот, вы чувствуете, что вам это прям помогает. Вот. Если вы чувствуете, например, там, не знаю, вину за то, что вы повторяете эту фразу, там, допустим, ну, вину перед другими людьми. Вот. Или перед своими родственниками. Что это, опять же, скорее, некие такие, ну, некие изгаженные представления о реальности. Потому что, чуть-чуть умирен быть не должно, ибо каждый человек, он сам ответственен за то, что делает, за то, как выстраивает свою жизнь. Поэтому, правильно, это, мне кажется, в корне неверная постановка вопросов, вот, которая может причинить вам только лишь негатив один, ну, просто потому что то, что правильно для малого, может быть неправильно для другого, и наоборот, и все упирается здесь очень много факторов, единого, единого какого-то критерия правильности нет, вот, это я вам могу сказать совершенно точно, и определенно, вот, на этом все, надеюсь, что мой ответ был полезен вам, если у вас остались дополнительные вопросы ко мне, вы можете задать мне их в личке, я буду рад вам ответить, помочь, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если вы сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго, и удачи!